География. Тема номер 55. Моря Тихого океана. Берингово-Охотское и Японское моря полузамкнутые, отделяющиеся от океана островными дугами и полуостровами, часто увенчанными вулканами. Рельеф их дна характеризуется крайней неоднородностью. Глубокие впадины, достигающие 3,5-4 тысяч метров, с обширными мелководьями шельфа. Перемещение океанической литосферной плиты под континентальную привело к возникновению вдоль побережья ряда глубоководных впадин, самой крупной из которых является Курилокамчатский жёлоб с глубинами от 7 до 9 тысяч метров. В зоне контакта морских и континентальных воздушных масс постоянно возникают мощные циклоны, вызывающие сильные ветры штормы. Над этими морями нередко проносятся и тропические циклоны. Постоянное течение, движущееся вдоль берегов севера на юг против часовой стрелки, сильно охлаждают дальневосточные моря. Поэтому у большей части российских берегов зимой они замерзают. Однако низкие температуры воды способствуют насыщению кислородом, что в сочетании с большим количеством органических веществ, приносимых многочисленными реками, создают благоприятные условия для развития органического мира. Эти моря отличаются высокой рыбопродуктивностью. Промысловое значение имеют лососёвые рыбы, сельд сайра, камбала, минтай, треска и многие другие. Каковы отличительные особенности Берингового моря? Огромное Беринговое море простирается от берегов Евразии до берегов Аляски. На юге этой естественной границей служат Алиутские США и Командорские острова. Северо-восточная часть моря мелководной представляет собой участок обширного шельфа. Юго-западная часть, наоборот, занята глубокой котловиной. Этот район моря тектонически активен. Здесь часто случаются землетрясения и цунами. Берега Берингового моря гористы с обширными бухтами и заливами, крупнейший из которых Анадырский. В него впадает река Анады. В климатическом отношении море суровое, холодное. Лишь в июле-августе не падает снег. Лёд толщиной до двух метров покрывает зимой до 80% площади моря. Однако из-за большой подвижности вод сплошной ледяной покров не образуется. Южная часть моря всегда свободна ото льда. В Беринговом море обитает более 300 видов рыб. Промысловое значение имеют камбала, сель, треска, а также камчатские крабы и креветки. В море кормятся лососевые рыбы, горбуши, кита, чабыча, нерка, кижуч и голец. Однако на нерест они заходят далеко вверх по рекам. На островах и коренных берегах множество птичьих базаров. Обитают также тюлени, севучие коланы. Старое русское название Берингового моря – Бобровое море. Морским бобром называли коланы российские промысловики и моряки, начиная с 18 столетия. На Командорских островах расположено лежбище морских котиков. И коланы – морские котики, пушные морские звери, обладающие ценным мехом. Из-за этого меха в прошлом они были почти полностью истреблены. Сейчас они находятся под охраной государства. Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Охотское море получило свое название от реки Охота. В прошлом оно называлось Камчатским морем. Основной водообмен моря с океаном проходит через широкие проливы между Курильскими островами. Проливы Лаперузы и Невельского, соединяющие его с Японским морем, мелководные. Берега Охотского моря гористы. Местами в сушу даются крупные заливы. В самом значительном из них заливе Шелихова, в его постепенно сужающейся прибрежной части Пенжинской губе, отмечаются самые высокие в России приливы. Вода здесь поднимается на 13 метров. В Охотское море впадает река Амур, которая приносит около 370 кубических километров пресной воды в год, что составляет 65% стока всех впадающих в море рек. Зимой более половины поверхности моря в течение 6-7 месяцев покрыта льдом. Охотское море отличается особенно высокой биопродуктивностью. Растительный мир представлен множеством разнообразных водорослей. Ценность животная – камчатский краб. Из 800 видов рыб, водящихся в этом море, 30 имеют важное промысловое значение. Среди них сельдь – камбала, треска и лососевые. В море также обитают тюлени, севучие котики. Летом привыплывают киты. На шельфе открыты и разрабатываются богатые месторождения нефти и газа. Каковы характерные черты Японского моря? Японское море омывает берега России, КНДР, Республики Кореи и Японии. Котловина моря представляет собой глубокую впадину. В Японском море почти не развита шельфовая зона. На многих участках берега гора почти непосредственно обрываются в море. Взаимодействия холодных и теплых течений в Японском море создают благоприятные условия для обитания как холодноводных, лососевые сельдь, ментай, треска, навага, камбала, окунь, так и тепловодных видов – сардина и васи, анчоус, скумбри, тунец. Всего здесь обитает 600 видов рыб. Кроме рыбы, в Японском море промышляют крабов, креветок, устриц, морских гребешков, кальмаров. Ведется активный промысел морских водорослей, например, ламинарии морской капусты. Выводы. Огромные полузамкнутые моря Тихого океана во многом определяют природу и хозяйственную жизнь восточных берегов России. Эти моря располагаются в полосе взаимодействия разнородных тектонических плит, контрастных воздушных масс, теплых и холодных течений. Поэтому природные процессы здесь протекают очень активно, а высокая сейсмичность и проявление современного вулканизма носят нередко катастрофический характер. При мусоном климате в зоне контакта морских и континентальных воздушных масс постоянно возникают мощные циклоны, вызывающие сильные ветры и штормы. Тихоокеанские морские пути позволяют связывать Дальний Восток с зарубежными странами и другими частями нашей страны. Моря Тихого океана являются важнейшим рыбопромысловым районом России.